Татьяна Борел, Евтушенко-мальчишка, много раз в этом убеждались. Ну вот, 89-й год, выбор в Верховный Совет Советского Союза. Евтушенко выдвигают, Харьков выдвигает его в депутаты в Верховный Совет Совет Советского Союза. Ну, в общем, там большая предвыборная кампания, и нас приглашают. Митинг в парке культуры, там 1020 народов собирается, сам Евтушенко, конечно же, на сцене, Борис Чичебабин и многие замечательные люди. Ну, вот, наконец-то, слово предоставляется нам с Татьяной. Ну, мы думаем, ну что ж такое мы можем? И мы спели, приходит время, Силка-птиц прилетает, и говорим, вот, кто подпевает, значит, тот будет за, и в тушенке голосовать. Представляете, все 20 тысяч подпевает нам, получается, замечательный хор. И мы смотрим, а с одной стороны, Евгению Александровичу, это нравится, что за него будут голосовать, а с другой стороны, артист Никитина как бы на себя одеяло перетягивает. И это ему уже, у него ревность, и он выходит по сцену, чем же перебить? И, значит, он читает стихи с таким рефреном. Так больше жить нельзя, да, и вся площадь, 20 тысяч скандирует, так больше жить нельзя. И вот он, он победил, конечно. А другой эпизод пригласили мы в Институт Органической Химии, здесь есть живые свидетели, с вечером, с творческим... Это и про меня? Спасибо. Нет, в ЗАЛЕСТЬ это. Еще в ЗАЛЕСТЬ, из Йохот. А вот в Институт Органической Химии с творческим вечером Евгения Евтушенко. Был замечательный вечер, потом все пошли в гости к Александру Андреевичу Дулову, нашему другу, который сочинил уже тогда довольно большой цикл на песен, на стихи Евгения Евтушенкова. Ну и все ждали, когда же Саша возьмет в руки гитару и самому поэту споет, значит, его произведение. Вот. И ждали, какая реакция. После каждой песни такой расслабленный совершенно Евтушенко говорил гениальные стихи.